здравствуйте друзья вы видите лифт на котором мы приехали это красивый пол офис вот тут написано гэри грант и сквайр но мы герри давно знаем так придем к нему в офис так тут у нас а это что красивые такие дипломчики это что такое и молоточек но и вы сами стучите да здрасте здрасте значит мы с 2010 года ой мама родная это вы да да такой красивый все про меня бизнес-лог арпарат лог контракт лог криминал фэмэри иммигрэйс хорошо так пошли в офис смотреть тут у нас не только герри у нее еще жена есть вот и самый главный помощник ольга так хорошо значит вы были вы были в юридической профессии до приезда в сша я помню вы тогда искали чем заняться да так вот только приехали мы тогда общались а мы на форуме до познакомились говорим говорим да это не себя искали я помню это и вы жили в маунтин вью здравствуйте уже я хочу представиться меня зовут адвокат гарри грант и сегодня у нас гостях михаил портнов и светлана портнов но они меня знают я вас представлю если кто не знает ладно с михаил портновым знакомы с 2010 года когда мы выиграли грин карту и нам нужно было приехать в сша и прежде всего дать иммиграционной службе адрес куда придут наши грин карты а правда вот это и мы в тот период никогда раньше в америке не были и не знали ни одного человека в америке и естественно на замечательном форуме говорим про вес познакомились с михаилом и с его супругой светланы и они очень любезно согласились и разрешили нам на их адрес получить наши грин карты в результате мы познакомились чему очень до сегодняшнего дня счастливы то есть фактически мы у вас были как это в санта-барбару поеду я там всех знаю да мы там были вот я знаю да да давайте офис посмотрим значит вы были юристами потом вы колебались не знали чем заняться потом вы как во флориду как вы попали я думаю что мы не колебались мы изначально хотели как бы планировали попробовать и свои силы на юридическом поприще потому что я в америку приехал уже с английским языком и скажем так если бы сразу я знал четкий план реализации в качестве адвоката то наверное сразу бы начали сразу бы сэкономил как минимум полгода сразу бы начал поступать готовиться к поступлению документы это ничто разобраться в новой стране как жить дальше это не нибудь поэтому когда вы уехали во флориду мы прожили в калифорнии в маунтин ю где-то семь месяцев ну в частности жена с ребенком я жил на две страны америка россия москва и в одиннадцатом году мы решили мы искали место для жизни место под здесь такая замечательная передача место под солнцем вот и мы искалесили всю калифорнию в том числе прожили на гавайях и понимали что нужно дальше из калифорнии двигаться и посмотреть еще что-то и мы с супругой договорились что она прилетит в майами в частности в бакаратон сразу так я из москвы прилетел тоже в бакаратон и я думаю что где-то в течение получаса часа мы решили что остаемся это то место мы здесь не знали абсолютно ничего нас поразила поразила природа погода тогда мы здесь тоже никого не знали вот и приняли решение что мы будем жить и где-то наверное через неделю или две поисков дома мы определились с выбором дома я улетел в москву оставил все необходимые я думаю что будет возможность вы заедете к нам в гости хорошо а тогда не было столько русских или тогда тоже много смотря где если мы говорим про район сани айласа то наверное здесь даже не нужно было знать английский язык это русские места в майами абсолютно то место где поселились мы в тот период это был 2011 год ну не так было много русских это сейчас там слышно в бакаратоне особенно на мазер парке русскую речь тогда русской речи не было практически слышно сейчас пошла вторая волна миграции и люди из сани айласа переезжает в бакаратон то есть из более такого урбанистического майами они переезжают а что бакаратон что там из-за чего переезжают ну прежде всего с нашей точки зрения там очень хорошие паблик-скулы мы все думаем о своих детях об их образовании и за и и о безопасности а в майами из хорошей школы или там дорого жить просто я не хочу скажем так сравнивать каждый колик свое болото хвалит особенно когда до школ заходит да поэтому я буду хвалить свое болото лакаратоновская так показываете офис значит сколько вас народа здесь итак уважаемые друзья это адвокатский офис гарри гранта значит это кабинет моего главного и первого помощника моей же супруги ольги грант так хорошо а ольга занимается как она ведет какие-то дела или просто помогает вам она просто помогает мне вести все вот потому что без нее этот офис бы не работал хорошо идем дальше здесь офис моих адвокатов у меня еще работает 4 адвоката сегодня вечер пятница поэтому люди в полях приходят уходит вот здесь как бы наемные или партнеры так они в той же области законодательства работают бизнес права литигейшен как правило литигейшен это суде когда это комната для помощника для паралегалов как я сказал паралегалов много а вот паралегалом трудно стать по сути здесь есть элемент спекуляции паралегалов принципе это помощник адвоката и паралегалом может быть человек имеющий диплом хайскула то есть просто у него должность паралегал это самое главное чтобы адвокат доверял этому человеку готовить для себя документы и собственно есть курсы паралегалов есть какие-то дипломы паралегалов а можно и так просто а можно и так просто я здесь вот коллекция чемоданов которые тут углядел это в зависимости от настроения в зависимости от процесса большой маленький в моем кабинете есть еще несколько слушай мне вот этот нравится он такой богато богато но этот этот тоже неплохой похож на полевую сумку моего папа была такая это в зависимости от настроения и сколько сколько дел хорошо а вот с точки зрения все таки вы же как бы на собственных хлебах то есть вам не то что государство дает там клиента насколько трудно бы получать бизнес ну вот как бы чтобы люди пришли и насколько трудно содержать офисы скажем так вот все равно вот придет пришел человек или не пришел а все равно есть офис вы должны за нее заплатить за электричество за компьютеры там может лицензии поддерживать и так далее и как как тяжело выживать в таком бизнесе вот ну слово выживать для начала в начале особенно когда ты уже потратил деньги а еще нет бизнеса в начале конечно я положу наверно в другой ситуации я опытный адвокат в том числе московский адвокат и имел себе возможность скажем так начать свой бизнес с определенной подушкой безопасности поэтому естественно развитие каждого бизнеса требует первичного капитала он у меня был поэтому и и слава богу есть было на что выстоять первое время да конечно а вот скажем вот вот вы устраиваете партии на которую мы тоже пойдем со светой в следующую субботу и мы я на канале сделал сюжет чтобы люди которые хотят с нами повидаться тоже шли на эту партию всем разница вот вы делаете эти партии периодически то есть там собираются люди это не они не не владельцы каких-то там больших бизнесов как правило значит они у них какой интерес вот допустим к тому чем вы занимаетесь то есть вот что вы такое делаете что допустим простой человек который не в бизнесе может вот ему потребуется что такое прежде всего именно моя особенность по сравнению с другими адвокатами я в отличие от других адвокатов не беру деньги за советы за добрые советы потому что в любом случае все люди за консультации за совет консультация это уже разбор конкретной ситуации в деталях и конкретные письменные рекомендации конкретное ведение проблемы человека так если же скажем так наверное на первичном этапе человеку можно дать совет совет что называется как теннисный мячик да и очень часто мои клиенты приходят спасибо вот то что вы говорили нам очень помогло и вот вы прямо предвидели все все те проблемы с которыми мы встретимся поэтому конечно же такого рода советы я с радостью даю и бесплатно я просто делюсь со своими друзьями подписчиками зрителями тоже подписчики у вас где подписываются на фейсбуке на фейсбуке на youtube канале на инстаграме различные то есть такие вопросы которые можно легко ответить абсолютно абсолютно но которые которые исходя из моего опыта может быть эти советы кажутся простыми но эти советы это выжимки которые основаны на судьбах и проблемах многих многих десятков людей это как бы уже концентрация опыта а я думаю что на самом деле самые эффективные советы всегда очень простые вот есть там 10 заповедей они просты как я не знаю что но но покажите мне кого-то кто хотя бы там 8 соблюдал понимаете вот особенно вот это вот там не укради я каждый раз думаю вот что у людей на компьютерах стоит или там ну ну правда они простые человек сыпется не от того что он сложного не знает а то что он в простом простого не выполняет обычно проблемы с этого начинаются поэтому я думаю что у наших друзей потенциальных друзей и на пикнике прежде всего главная задача увидеть друг друга понять что они здесь смогут найти поддержку добрым советом в частности в организации досуга детей самое главное в организации учебы детей и организации плана учебы детей потому что нужно четко понимать как обучать своих детей здесь и вот в плане вот обмена как лучше то каким опытом это действительно очень и очень полезно так у вас там новички в основном на партии ходят или люди которые там пару-тройку лет здесь или вы что знают народ абсолютно разный разный и есть новички есть люди уже солидным опытом всем интересно общаться друг с другом ну что же хорошо там у вас на самом деле там типа как детский садик такой организован там кто-то ими занимается детьми да будет детская группа апм-студия соответственно апм-студия что это детская студия которая организована энтузиастами живущими в бакаратоне они приедут продемонстрируют конечно же они наверняка предоставляют услугу по внешкольному развитию детей по дополнительной организации дополнительного досуга вот они там будут как бы развлекать детишек хорошо я на многих партий был но я не не видел чтобы детками кто-то отдельно занимался это удобно очень ну что же хорошо ладно а если бы вот такой вопрос я вам задам несмотря на 20 лет опыта в адвокатуре значит вот если бы вы из всего чем вы занимаетесь могли бы выбрать ну там одно два чего-нибудь такого что вот вот только бы это и делал есть такое да конечно я не стараюсь этим заниматься то чем я и занимался всю сознательную жизнь это конечно корпоративные споры споры между крупными предприятиями это слияние поглощение взыскание долгов взыскание долгов с руководителей предприятий лично да конечно за что за различного рода хищение упущение злоупотребление это большая составляющая часть потерь предприятий это термин такой я как человек не юридический могу чуть напутать но вот был такой термин типа споры хозяйственных субъектов да да это вот вот это именно именно вот так это плюс минус называется так хорошо то есть вот это как бы драйв такой к этому делу да конечно это наиболее интересная часть именно она требует бэкграунда знания не только уголовного законодательства и антимонопольного законодательства она требует экономических знаний поскольку у меня четыре высших образования в том числе два экономических а два зачем экономических было интересно а то есть они разные какие-то абсолютно в свое время когда я закончил в россии и первый юрфак, и уже начал работать в корпорациях, я объективно понял, что мне не хватает экономических знаний. Соответственно, это действительно помогало работе для того, чтобы видеть всю картину и понимать свое место в этой картине хозяйственного оборота. Но вот эти два юридических образования, одно было экономических, одно было о чем, и второе было о чем? То есть в чем разница между ними? Первое – это, собственно, экономическое управление предприятием. Второе – это MBA, это стратегический менеджмент. Потому что оперативная работа, управление предприятием – это несколько поседневная часть работы, которая требует ежедневного вовлечения. Стратегический маркетинг – это совершенно другое, это уже развитие предприятия в его перспективе. Это совершенно другой взгляд на ведение деятельности предприятия. А вы работаете на уровне документальном, или вы должны в суд тоже ходить с судьей разговаривать? Здесь я регулярно работаю в судах, конечно же, я работаю в офисе, это тоже составная часть моей работы, но я регулярно выезжаю в суды, представляю интересы клиентов как физических лиц, так и юридических лиц. От судей реально много зависит. Допустим, здесь закон, мы понимаем, что закон интерпретируется, это предмет интерпретации, но тем не менее, тем более у нас прецедентное право, вряд ли вы с каким-то уникальным таким случаем ходите. Значит, все-таки от судей реально много зависит, или процентов 99,9% любой судья на его месте принял бы такое решение? На мой взгляд, в любом случае судья находится в рамках тех прецедентов, которые уже состоялись, и ничего революционного в процессах не происходит. Мы можем ожидать какие-то deviation, какие-то изменения, но заранее, когда мы идем в процесс, мы уже готовимся к процессу, и мы знаем, скажем так, как положительные прецеденты, так и прецеденты, которые работают не в нашу пользу. А вот с точки зрения такого рассуждения, есть две стороны, которые судятся. Есть довольно дорогой процесс. Говорят, что чуть ли не 95% всех тяжб решаются без того, чтобы идти к судье, разбираться. Все-таки, если есть законы, если есть прецеденты, если мы примерно знаем, чем это все должно закончиться, тем более есть такой процесс, как mediation, когда бывший судья садится и пытается помочь сторонам договориться, почему бы оно все так не решалось? Почему они все-таки идут в суд? Что приводит их в суд? Или они нервные, или они эмоциональные, или действительно непонятно, что там с законом в этом деле? С законом, собственно, как правило, все понятно. Речь идет о применении и правильной интерпретации доказательств, которые стороны представляют в суд или на ту же медиацию. То есть стороны не совсем адекватно или не совсем объективно оценивают те или иные доказательства, которые необходимо применить к тому закону или к тому прецеденту. И вот задача судьи с его точки зрения, как суда, оценить доказательства с точки зрения его допустимости, относимости и с точки зрения, как его применить к тому или иному прецеденту. Это и есть работа субъекта. Часто бывают неожиданности? Допустим, идешь куда-то, и так примерно понятно, что проиграл, или понятно, что больше миллиона не получить, и вдруг тебе бах, вместо миллиона 10. Часто бывает? Ну, миллиона... Да, конечно, таких разрывов не бывает, но сюрпризы случаются. То есть есть такое? Да, конечно. Ну, то есть, для драйва неплохо тоже? В том носе держит. Такой вопрос. А вы занимаетесь, например, я знаю, очень тяжелые бывают разводные процессы, или вам не нравится это, или как? Ну, как же мне, может, это не нравится? Дело в том, что в этом плане я всегда говорю, что развод это очень интересные процессы. Почему? Потому что, поскольку я являюсь бизнес-адвокатом, и развод, он очень похож на развод бизнеса. То есть, собственно, ячейка люди, когда вступают в брачный союз, подписывают тот же пренупшил или познупшил эгримент, он очень похож на оперейтинг эгримент, когда люди вступают в партнерство, подписывают какое-то соглашение. У них возникают какие-то финансовые обязательства. Та же самая ситуация. При дизалюжен бизнеса, когда бизнес распадается или заканчивает свою жизнь, партнеры должны это имущество что? Разделить. Неожиданная перспектива. А вот говорят, что вот эти брачные договора, что они действуют там, скажем, не вечные. Допустим, вот там, если они там лет 10 браки прожили, то уже не важно, что они там подписывали. Я такое слышал. Ну, слышал, не слышал. Дело в том, что брачное законодательство, семейное законодательство, оно штатовское. В каждом штате есть свои особенности. Это не федеральное законодательство. Но брачный договор, это не есть что-то нерушимое. Его всегда можно оспорить. Задним числом. В связи с тем, что человек, который подписывал этот брачный договор, либо не получил достаточную юридическую помощь, либо находился в таком зависимом состоянии от своего супруга, когда он был вынужден подписать. И этот договор, конечно же, можно оспорить. Поэтому я очень, скажем так, с большим удовольствием участвую в таких делах, по разводу, с разделом имущества. Потому что эти процессы очень похожи на бизнес-процессы, когда нужно делить имущество, особенно связано с международными браками, с интернациональными браками, когда имущество, заводы, пароходы, акции, в офшорах, в различных странах, дома, различные категории имущества, в том числе какие-то доли. И вот здесь как раз включается бизнес-право, в чем, наверное, ваш слуга является специалистом. А вот такой вопрос, я уже сам из любопытства. Если, допустим, муж и жена расписались в Российской Федерации, приехали и живут в Соединенных Штатах, может, они там грин-карту выиграли в лотерию, и они, кто решает, в каком суде они будут разводиться? Интересный вопрос. Очень интересный вопрос. На самом деле появляется возможность, появляется возможность у таких супругов, если у них был брак зарегистрирован на территории России, но они стали резидентами, ну, я могу говорить в частности про Флориду, и прожили более шести месяцев на территории Флориды, то они могут развестись как и в России, так и этот развод может состояться во Флориде. Ну, я в данном случае не про развод, а про делю бабок совместно нажитого непосильным трудом. Абсолютно. Если решение о разводе и о разделе имущества будет вынесено здесь, на территории Флориды, то мы можем применить это решение и на территории России в части раздела. Та же самая ситуация и по решению суда в отношении недвижимости на территории Флориды, но в такой ситуации я всегда рекомендую, если основная часть имущества находится за границей, в частности в Америке, во Флориде, я, конечно же, бы рекомендовал начинать разводной процесс и раздел имущества на территории Америки. Будет проще исполнять. А не получится так, что, допустим, вот, я не знаю, жена разводится с мужем, хочет что-то получить от его активов, там, не знаю, в Томске, а у него в Томске схвачено? Что значит схвачено? Это значит, что он внеюридическими какими-то способами, подкупом, личными какими-то связями, там, по звонку, да, это телефонное право, каким-то образом, вот, как-то выходит из-под этой ответственности? Ну, Михаил, я с такими вопросами, с такими ситуациями встречаюсь регулярно, и они для меня не новы, и поскольку я являюсь адвокатом, как в Америке, во Флориде, так и достаточно опытным адвокатом, я думаю, серьезно, опытным адвокатом и в России. То есть, вы член коллегии московской? Да. Соответственно, я прекрасно понимаю реалии, реалии и действительность российскую, как это действительно в жизни работает в России, и, конечно, есть уже определенные приемы, навыки, как с такими вариантами бороться. То есть, не безнадежно? Абсолютно. То есть, есть, в конце концов, советская власть есть и в России, и есть способы, ну, я по поводу советской власти, конечно, пошутил, конечно же, есть рычаги воздействия на такого рода недобросовестных супругов, и есть у нас серьезный опыт, когда мы такое имущество отсуживаем и реально добиваемся обращения взыскания либо реального раздела имущества. То есть, это как бы часто бывает такое? Ну, в данном случае, в районе Сани Айласа, в районе Флориды, Майами, так сказать, да. Особенно Майами, где очень много русскоговорящих успешных людей, это одна из самых востребованных категорий судебных людей. Я смотрел какой-то фильм, там, я уже не помню, ну, такой русский, и там, как бы документально развлекательный, и там была такая фраза сказана, что вот Майами, это такое место, куда стекаются в больших количествах там девушки-авантюристки, чтобы там дедушку какого-нибудь там окрутить богатого там, или там действительно это как-то так заметно, или это так, разговоры досужие? Ну, Михаил, если мы будем говорить гипотетически, гипотетически, потому как я адвокат, и вон та книжка говорит о конфиденциальности. Это вон та толстая. Да, 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 которая говорит такие вопросы, является конфиденциальным. Речь не о вашей практике в данном случае, а так вы как житель тут. Конечно, дело в том, что нужно понимать, что это курортный город, куда приезжают состоятельные люди, и я думаю, что такую картину мы можем наблюдать в любых привлекательных курортных городах, не только в частности в Майами, но и в Европе, в Монако, в Сочи. В Сочи. Я думаю, что картина, психологическая картина, я бы сказал, модель ситуации, она от города к городу плюс-минус одинаковая. Да, конечно же, такие случаи есть. Ну, это правда, да, это как бы понятно, что ситуация типовая. Да, типовая ситуация, конечно же, у меня люди есть, обращаются ко мне как с одной стороны, как и потерпевшие, так и те самые искатели приключений. Мы представляем интересы и тех, и тех, поэтому модель ситуации знакома, рабочая модель. Хорошо, вам всегда есть о чем с женой дома поговорить. У меня жена очень опытный человек, я даже никогда боюсь подумать, не дай бог разводиться с моей женой. Мне даже и в голову не приходит как-то это. Ну, я уже в счастливом браке более 26 лет, поэтому такие мысли мне никогда даже не посещали. Ладно, ну хорошо, давайте о том все никак, я вас не отпущу, но мы не прощаемся. Все, мы тогда всем машем ручкой. Итак, уважаемые друзья, 8 декабря у нас будет пикник, на котором будет также присутствовать знакомый и известный вам Михаил Портон со своей супругой. Ну, а те, кто посмотрит это позже пикника, значит, в следующий раз. Договорились. До связи.